К ней же письмо 14, в котором рассказывается о том, что случилось с ним, святителем в Кесарии. Зачем ты плачешь? Зачем бьешь себя в грудь и требуешь себе наказаний, которых и враги твои не в силах были потребовать от тебя, до какой степени предавших твою душу власти уныния? Письма, которые ты послала нам через Патрике, обнаружили эти твои духовные раны. Поэтому я очень скорблю и печалюсь, что ты обязана употреблять все средства и делать все, чтобы отгонять от твоей души уныния. Бродишь, собирая горестные размышления, выдумывая то, чего нет. Ведь ты говорила это, и напрасные попусты к величайшему вреду терзая себя. Почему в самом деле тебя печалит то, что ты была не в силах переселить нас из кукуза? Насколько от тебя зависело, ты переселила, употребив все средства и сделаешь и все. Если же не пришло к концу, то не следует скорбеть из-за этого. Может быть, Богу угодно было устроить для меня более длинные пути бегов, чтобы были и более блестящие венцы. Итак, зачем скорбишь из-за того, благодаря чему мы прославляемся? Тогда как тебе следовало бы торжествовать и ликовать, и увенчивать себя ради того, что мы удостоены столь великого дела, далеко превосходящего наше достоинство. Но тебя печалит пустынность здешних мест. И что, однако, приятнее здешнего места пребывания? Спокойствие, тишина, полное отсутствие хлопот, здоровье тела. Если город не имеет ни рынка, ни товара, то для меня это не имеет никакого значения, потому что все притекает ко мне как бы из источников. В самом деле у меня есть и господин мой здешний епископ, и господин мой диаскор, который непрестанно совершает дело нашего успокоения. И прекрасный Патрикий скажет тебе, как мы проводим жизнь в радости, веселье среди больших ухаживаний за нами, поскольку, по крайней мере, дело касается здешнего моего пребывания. Если же ты оплакиваешь случившееся в Кесарии, то это делаешь недостойно тебя. Точно так же и там были сплетены нам опять блестящие венцы, так что все нас прославляют, превозносят похвалами, удивляются, изумляются за то, что мы потерпели бедствие изуны. Но вот о чем пусть никто пока не знает, хотя многие об этом и разглашают. Господин мой Пеаний объявил мне, что там в Кесарии находятся пресс-фитеры самого Форетрия, которые говорили, что они с нами имеют общение и не имеют ничего общего с противниками, не сближаясь с ними, не входя в общение. Итак, чтобы нам не смутить их, пусть никто не знает этого, потому что весьма тяжело случившееся с нами. Хотя я не потерпел ничего другого ужасного, однако то, что случилось там, было в состоянии доставить мне бесчисленные награды. До такой степени мы находились в опасности даже относительно своей жизни. Но прошу, пусть остается это у тебя тайной. Я расскажу тебе об этом в коротке, не с целью опечалить, а чтобы обрадовать, так как то, что я постоянно шествую через такого рода испытания, и что их навлекают на меня те, со стороны, кого я никак не ожидал, служат для меня основанием к награде. В этом мое богатство, здесь истребление моих грехов. Когда мы, избавившись от Галатийца, это, вероятно, был Леонтий, архиепископ Анкирский в Галате, весьма неприязненный к Златоусту, который угрожал нам почти смертью, намеревались вступить в Кападокийскую страну. Многие встречались с нами на пути, говоря, что господин Форетри ожидает тебя и всюду ходит, чтобы не потерпеть неудачи в деле встречи с тобою. И все делает и предпринимает, чтобы увидеть тебя и обнять, и показать всю свою любовь. Он возбудил даже мужские и женские монастыри. Я же, слыша это, ничего этого не ожидал, но представлял себе противоположное. Впрочем, никому из возвещавших это я ничего такого не говорил. 639. Когда, наконец, я вступил в Кесарий, убитый, изможденный, находясь в самой высшей степени развития пламени лихорадки, грустя, страдая до крайности, я добрел до гостиницы, лежащей на самом краю города, и старался найти врачей и погасить ту печь. Это была самая высшая ступень развития трехдневной лихорадки. Всегда присоединялось еще утомление от дороги, усталость, разбитость, отсутствие тех, кто услуживал бы, недостаток необходимых вещей, то, что у нас не было никакого врача, что мы были измучены напряжением, жаром и бодрствованием. Так что я вошел в город почти что мертвецом. Тогда-то явились весь клир, народ, монашествующие, монахини, врачи, от которых я пользовался большим попечением, так как все во всем нам услуживали и помогали. Однако и при таких обстоятельствах, тесним и сильным пламенем лихорадки, я был в крайней опасности. Наконец, мало-помалу, болезнь начала прекращаться и стихать. Форетрия же не было нигде. Он ожидал нашего отшествия, хотя почему у него так было решено, не знаю. Итак, когда я увидел, что беда незаметно прекратилась, я стал, наконец, подумывать о путешествии, чтобы достигнуть кукузы и немного отдохнуть от бедствия пути. Когда у нас обстояло так дело, вдруг сообщают, что бесчисленное множество и саврян сделал набег на кесарийскую страну, что они зажгли какое-то большое село и причинили крайнее бедствие. Услышав это, трибун взял имевшихся у него воинов и пошел, потому что боялись, чтобы те не напали и на город. И все были в страхе, все в тревоге, жертвуя ради опасности с самым основанием отечества, так что даже сами старцы занимались охраной стен. Когда дела были в таком положении, вдруг, около рассвета, отряд монахов, так надо сказать и выразить этим именем их бешенство, напал на дом, где мы были, грозя спалить его, поджечь, причинить нам крайнее бедствие, если мы не уйдем. И ни страх пред и саврянами, ни болезнь, так сильно теснившая нас, ничто другое не сделало их более снисходительными. Они наступали, дыша такой яростью, что и сами претарианские воины испугались их. Действительно, они им грозили ударами и хвастались, что они уже постыдно избили многих претарианских воинов. Петарианцы, услышав это, прибежали к нам и молили, и просили, освободи нас от этих зверей, пусть даже попадемся в руки и саврян. Городской префект, услышав об этом, прибежал к нашему дому, желая помочь нам. Монахи не послушались его увещаний, но и сам он оказался бессилен пред ними. Видеть, что дело в весьма затруднительном положении, не дерзая, не посоветовать нам уйти на явную гибель, не опять оставаться в городе вследствие такого их неистовства, он послал к форетрию, прося уступить нам немного дней, как ввиду нашей болезни, так и ввиду грозящей опасности. Но и при таких обстоятельствах не было никакого успеха. Напротив, и на следующий день они явились еще неистовее, и никто из пресвитеров не осмелился заступиться и помочь нам, но стыдясь и краснея, потому что это, говорили они, происходило по приказанию форетрии, скрывались, спрятались и не внимали, когда мы их звали. Зачем много говорить? Несмотря на то, что грозили такие ужасы, несмотря на то, что почти очевидно была смерть, и меня убивала лихорадка, потому что мы еще не избавились от происходящих отсюда бедствий, в самый полдень, бросившись в носилки, я был вывезен оттуда при рыданиях, воплях, проклятиях, сделавшему это от всего народа, при общих сожалениях и плаче. А когда я вышел из города, то и некоторые из клириков незаметно вышли и с сетованием и провожали нас, и в то время, когда мы слышали, как некоторые говорили, «Куда вы отводите его на явную смерть?» Другой из числа любивших нас говорил нам, «Удались, прошу тебя! Попадите с Аврианом, только избавься от нас! Кому бы ты ни попался, ты попадешь в безопасное положение, если избежишь наших рук!» Когда услышала и увидела это прекрасное селевкия, благородная жена моего господина Руфина, она весьма о нас позаботилась, то увещевала и просила, чтобы я заехал в ее загородный дом, находящийся на расстоянии пяти миль от города, и вместе с нами посола людей, и мы удалились туда. Но и там это злоумышление не думало отстать от нас. Когда Фаретрий узнал то, как она говорила, высказал ей много угроз. Когда же она гостеприимно приняла меня в свой загородный дом, я ничего этого не знал. Выйдя к нам, она скрывала это от нас, управляющему же, находящемуся там, объявилась, чтобы он доставил нам всякий покой, и если бы напали на нас монашествующие, желая оскорбить нас или побить, собрал бы земледельцев из остальных ее поместьей, и таким образом приготовился к бою против них. Приглашала она укрыться и в ее жилище, имеющем крепость и неприступном, чтобы мне избежать рук епископа и монахов. Но я не согласился, остался в загородном доме, не зная ничего, что затем готовилось. И этого для них было недостаточно, чтобы оставить свое бешенство против нас. Потом, в полночь, когда я ничего этого не знал, а Фаретрий, как она говорит, сильно грозил ей, принуждая и заставляя изгнать нас из загородного дома. Эта женщина, не вынося его до кучливости, хотя я и не знал об этом, объявила, что напали варвары. Так она стыдилась сказать о принуждении, которое претерпела. И, войдя ко мне в полночь, претерпитер Евихий разбудил на меня спавшего и громким голосом сказал, «Встань, прошу тебя! Варвары напали, они здесь близко!» Вообрази, какой я был, слушая это! Потом, когда я сказал ему, что же следует сделать, убежать в город мы не можем, чтобы не потерпеть более тяжкого, чем то, что сделали бы нам и савряне, он начал принуждать нас уходить. Ночь была безлунная, самая полночь, мрачная, темная, и это опять вставило нас в беспомощное положение. Никого не было возле нас, никто не помогал, потому что все нас покинули. Тем не менее, побуждаемый страхом, ожидая тотчас смерти, я, истрадавшийся стал, приказал зажечь факелы. Но претерпитер приказал потушить и их, чтобы, говорил он, варвары, привлекаемые к нам светом, как-нибудь не напали на нас. Были потушены и факелы. Потом, мул, нежший наши носилки, потому что путь был очень неровный, крутой и каменистый, упав на колено, повалил меня находящегося внутри носилок. Еще немного я должен бы погибнуть. Затем, скосивший на ноги, я побрел, поддерживаясь, пресвитером явищем. Он и сам упал из-под еремного животного. И таким образом шел, ведомый за руку, лучше же тащимый, потому что по такой неудобной местности и недоступным горам идти в полночь было нельзя. Представь, что пришлось терпеть мне, теснимому такими бедствиями, да еще в приступе лихорадки, мне, который не знал ничего из того, что было подстроено, а боялся варваров, дрожал и ожидал попасть в их руки. Не кажется ли тебе, что одни только эти страдания, даже если бы со мной не случилось ничего другого, состояние разрешить многие из наших прегрешений и доставить мне большой повод к славе? Причина же этих страданий, как я думаю, та, что тотчас, как только вошел я в Кесарию, все знатные люди, бывшие викари, президы, софисты, трибуны, весь народ ежедневно смотрели меня, услуживали, хранили, как зеницу ока. Это, думаю, раздражило форетрия. Равно и зависть, выгнавшая нас из Константинополя, и здесь не отстала от нас, как мне кажется. Этого я не утверждаю, а предполагаю. Кто мог бы рассказать об остальном, бывшем с нами на пути, об ужасах, опасностях? Ежедневно вспоминая об этом и всегда на себя это в мысли, я восхищаюсь от радости и ликую, как имеющий великое, изберегаемое сокровище. Так я чувствую себя. Ввиду этого прошу и твою честность радоваться, веселиться, ликовать, прославлять Бога, удостоившего нас потерпеть такие бедствия. Прошу иметь это при себе и никому не говорить, хотя и весьма естественно, что воины префекта могут наполнить весь город рассказами об этом, так как и сами они подверглись крайним опасностям. 642. Тем не менее, от твоего благочестия пусть никто не узнает этого, напротив, ты и говорящих останавливай. А если ты скорбишь по причине остатков зла, то знай ясно, что я совершенно освободился от всего и у меня теперь тело крепче, чем когда жил там. А холода что ты боишься? У нас и жилища устроены удобно, и господин мой диаскор делает и предпринимает все, чтобы мы не заметили холода даже и в малой степени. Если можно судить поначалу, то настоящий климат мне кажется восточным, и нисколько не хуже климата Антиохии. Такая же теплота, такая же благорастворенность воздуха. Ты весьма опечалила меня, сказавшую, что может быть ты печалишься и из-за нас, как бывших, нерадивыми. Однако я за много дней перед этим послал твоей честности письмо, прося не двигать меня отсюда. Я же мог сообразить, что тебе потребуется сильная защитительная речь и много трудов и усилий, чтобы смочь оправдаться в таких словах. Отчасти, пожалуй, ты и оправдалась, сказавшую. Я об этом только думаю, чтобы увеличить свою скорбь. Но и это, то есть говорить, что я стремлюсь размышлениями к скорбям, я опять считаю величайшим преступлением. Потому что, когда тебе надо делать и предпринимать все для уничтожения горя, ты творишь волю дьявола, умножая уныние и печаль. Или ты не знаешь, сколь великое зло уныние. Наконец, нисколько не бойся за Исавриант, потому что они отступили в свою страну, и начальник провинции сделал все ради этого. И мы, будучи здесь, гораздо более находимся в безопасности, чем когда были в Кесарии. В конце концов, я никого так не боюсь, как и епископов, исключая немногих. Итак, за Исавриан отнюдь ничего не бойся, потому что они удалились и с наступлением зимы сидят дома и выйдут разве только уж после Педедесятницы. Как же ты говоришь, что не получаешь писем? Я уже послал тебе три длинных письма, одно через воинов префекта, другое через Антония, а третье через Анатолия, твоего слугу. В особенности два из них, наподобие спасительного лекарства, способны утешить всякого унывающего, всякого соблазняющегося и привести их в полной радости. Поэтому, взявши их, прочитывай непрерывно и постоянно, и ты увидишь их силу, вполне испытаешь лекарство, и получишь помощь, и нас известишь, что произошла для тебя от них некоторая польза. У меня готово и третье подобное им письмо, которого я не пожелал послать теперь, очень опечалившись тем, что ты говоришь, я собираю для себя горестные размышления и вымышляю то, чего нет, произнося слова, недостойные тебя самой, за которые и сам я стыжусь и закрываю свое лицо. Впрочем, прочитай те письма, и ты больше не будешь говорить этого, хотя бы без конца домогалось уныние. Так как ты писала нам и относительно епископа Иероклида, то если он пожелает, ему должно выразить протест и таким образом избавиться от всех неприятностей, потому что ничего другого не остается. Я же, хотя и не постигал ничего великого, тем не менее уговорил мою госпожу Пентадию, чтобы она проявила всякое старание, не придумывает ли для него какого-нибудь утешения в несчастье. А ты говорила, что осмелилась известить меня об этих бедствиях вследствие приказания со стороны Иероклида. Какая это смелость! Итак, я не перестал говорить и не перестану, что печально одно только – грех. Все же остальное – пыль и дым. Что же в самом деле тяжкого – обитать в темнице и иметь на себе узы? Почему тяжело терпеть несчастье, когда терпение бедствий делается основанием столь великой награды? А чем тяжело тяжело изгнание? Чем тяжело лишение имущества? Слова эти не заключают ничего ужасного на самом деле. Это пустые слова, сказанные под влиянием печали. В самом деле, если ты укажешь на смерть, то скажешь о долге природы, которой непременно надо потерпеть, хотя бы и никто не причинял. Если укажешь на изгнание, не скажешь ни о чем другом, как о том лишь, что изгоняемый видит новую страну и много городов. Если укажешь на лишение имущества, то скажешь о свободе и разрешении от налагаемых им уз. 644 Не перестань, насколько от тебя зависит, услуживать епископу Маруфи, чтобы он поднялся из пропасти, потому что я в нем в особенности нуждаюсь ввиду положения дел в Персии. Узнай от него, если для тебя будет возможно, как о том, что хорошего совершено там его трудами, так и о том, из-за чего он явился здесь и извести нас, отдала ли ты два письма, которые я послал ему. Если он пожелает нам послать письмо, то и мы ему напишем, а если не пожелает, то пусть он хоть разъяснит твоей богобоязненности, была ли какая-либо польза там и надеется ли он действовать с успехом по своем возвращении. По этой причине я ведь и старался с ним сблизиться. Тем не менее, все, что от тебя зависит, пусть будет сделано и хотя бы все полетело вниз головой, ты исполняй свой долг. Награда твоя будет совершенна. Итак, всячески, насколько возможно, расположи его к себе. Не пренебреги, прошу тебя, тем, что я намереваюсь говорить, но покажи об этом большое старание. Дали мне знать монахи, Марса и Готы, у которых постоянно скрывался епископ Серапион, что пришел диакон Мадуари с известием, что тот достойный удивления епископ у Нила, которого я недавно хиротонисал и послал в Готию, совершивший много великих дел, умер. И пришел этот диакон с письмами царя Готов, которых он просил послать к ним епископа. Так как ввиду грозящей нам катастрофы, я не вижу никакого другого средства устроить это дело, кроме медления и отсрочки. Им ведь невозможно теперь отплыть ни в Босфор, ни в другие стороны. Но постарайся пока задержать их по причине зимы. Но не пробеги мимо этого с небрежностью, потому что это дело весьма важное. Есть два обстоятельства, которые в особенности печалят меня, если они случатся. Чего-то не будет. Во-первых, что епископ будет поставлен теми, которые совершили столько зол, и которыми быть поставленным дело незаконное. Во-вторых, что может быть избран кто-нибудь неосмотрительно. Что они не стараются о том, чтобы избрать благородного человека, ты знаешь и сама. Если же это случится, чего-то не будет, то ты знаешь и сама, что за тем последует. И так, чтобы не случилось ничего этого, приложи всякие старания. А если бы можно было без шума и тайно убежать к нам в Мадуарию, то этим бы было достигнуто очень многое. Если же нельзя, то пусть будет, как велят обстоятельства. Как та, бросившая два овала, превзошла всех, бросивших больше, потому что она этим истощила все свое имение, так и те, кто со всей силой старается относительно дел, исполнили все, что им подобает, хотя бы не было никакой пользы от их стараний, и имеют совершенную награду. Много благодарю епископа Илария за то, что он написал мне, прося позволить ему удалиться в свой город и привести в порядок тамошние дела и опять явиться к нам. Так как присутствие его весьма полезно, потому что он и богобоязнен, и муж постоянный, и ревностный, то я просил его, чтобы он, удалившись, скоро возвратился. Поэтому постарайтесь, чтобы письмо было отдано ему скоро и в сохранность и не было оставлено в пренебрежении, потому что он с большой страстью и пылом просил наших писем, да и присутствие его весьма полезно. Итак, всячески позаботься о письмах, если там нет пресвитера Елладия, то постарайтесь, чтобы оно было отдано друзьям через какого-нибудь человека, рассудительного и с умом.